Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди. Как вы, наверное, знаете, из-за карантинных мер по всему миру, многие компании сталкиваются с трудностями, с которыми ранее не соприкасались. Это справедливо в частности и для шахт, добывающих драгоценные металлы, такие как, например, золото. Очевидно, закрытие шахт приводит к уменьшению физических поставок золота. В самых худших ситуациях эти поставки и вовсе приостановились. Как повлияет это на спрос на золото? На курс золота. И как соотношение доу к золоту может предсказать будущее этого защитного актива? Обо всем этом расскажет председатель канадской компании Франко Невада, которая является важнейшим лидером страны в отрасли золота и других сырьевых и природных инвестиций в стране. Учитывая закрытие шахт по всему миру, является ли это самым большим ударом, который когда-либо видела индустрия золота? Сегодня у меня в гостях очень особенный человек. Это директор Франко Невада, но более того, он является одной из самых выдающихся и уважаемых фигур в мире золота. И для меня большая честь принимать его сегодня. Спасибо огромное, Даниэлла. Всегда приятно быть в вашем шоу. Что ж, я думаю, многим нашим зрителям интересно знать вашу точку зрения по поводу того, что действительно влияет на горнодобывающую промышленность. Ведь кто бы мог предвидеть, что однажды будут закрывать шахты по всему миру? Как вы решаете эту проблему? Вы знаете, закрытие шахт более чем предсказуемо, но это временно и будет длиться от двух недель до месяца. Не думаю, что дальше этого зайдет. Очень большие, крупные компании, вероятно, смогут найти лазейки и выполнить большую часть плана. Таким образом, с точки зрения общего дохода, это не столько окажет большое влияние на, скажем, медный бизнес, сколько на саму цену на медь. Вот здесь влияние взаправду ощутимо. Потому что медь дорожала с двух с половиной долларов до трех, а затем после карантинных мероприятий обвалилась до двух. Поэтому очень много производителей, которых я проверил, уже в районе двух долларов объявляют о закрытии бизнеса на три или даже шесть месяцев. К примеру, Гленкор, который сворачивает свои проекты в Танзании именно по этой причине. Вот на это ситуация и влияет больше всего. Интересно, это скорее касается основных металлов, нежели драгоценных? Абсолютно. Цена на драгоценные металлы никогда не была выгоднее для шахтеров. Я полагаю, что отчеты второго квартала большинства золотодобытчиков будут крайне позитивными. А с последствиями карантинных мер крупные рудники, скорее всего, смогут справиться на протяжении следующих девяти месяцев. А если их еще немного подтолкнуть, то у них точно все получится. Если производители не смогут этого сделать, речь идет о шахтерах, у которых нет значимых запасов, то такие производители могут обанкротиться. Но опять же, большинство из них протянет еще 2-3 недели, а некоторые, возможно, даже месяц, но не больше. Впрочем, я все еще верю, что большинство золотодобывающих компаний подадут исключительно приятные финансовые отчеты. Также не забывайте, 20 или даже 25% бюджета этой промышленности связано с энергией. А с такими ценами на нефть, это как будто вы только что значительно сократили свои эксплуатационные расходы. Так что если вы раньше тратили на эти расходы 600 долларов, то теперь будете 500, например. Точно, Пьер. А что насчет финансирования шахт? В основном мы наблюдали спад финансирования в марте и апреле, особенно в Северной Америке. Поэтому скажите, каковы ваши прогнозы на финансовом фронте и что это будет значить для мелких и средних предприятий, даже если крупные золотопроизводители чувствуют себя хорошо. Но за последние 2 недели было 2 слияния. Аргонавт и Лео. Сами по себе компании среднего размера. А потом еще Энди Авор взяли одну компанию, которая работает в Западной Африке и называется СМФ. Как вы видите, в золотом бизнесе все хорошо, он процветает. За счет объединения все живы и здоровы. Я считаю, что количество таких союзов значительно вырастет в течение полугода. Но что интересно, в случае Энди Авор и СМФ, главные акционеры Энди Авор получили финансирование на 100 миллионов долларов. Например, на прошлой неделе мы увидели, как компания Орла получила финансирование в размере 75 миллионов долларов. Таким образом, в очень немногих случаях финансирование все-таки доступно. Но для большинства, для подавляющего большинства небольших средних компаний финансирование недоступно, ведь рынка просто нет из-за карантина. Да, рынка еще нет, а что нужно, чтобы его вернуть? Ну, очевидно, сперва нужно, чтобы все это закончилось. Вероятно, вам нужно будет поставить себе цель в 1600 долларов, как по мне. И если очень честно, вам придется апеллировать к человеческой жадности. Да и какова вероятность того, что люди вдруг захотят рисковать своим капиталом? В таких условиях ее просто нет. Но если, допустим, взглянуть на ETF золота, то мы увидим, что было закуплено более 300 тонн золота. И это только в этом году. Так что в золотые слитки уходит действительно много денег. И я думаю, что это лишь начало поступления денег в золотые фонды. Сейчас это мелочь, но я чувствую, что где-то до сентября или до осени, я бы сказал, мы увидим гораздо больше денег, инвестируемых в золото. Вот тогда финансирование станет доступным и для мелких компаний. Да, и в отношении золота спрос, как вы знаете, огромный. Я вижу продажи монет бьют рекорды. Вы даже не можете сейчас купить золотые и серебряные монеты у многих дилеров, не заплатив предельной комиссии. И это только конец первого квартала, когда золото было одним из наиболее эффективных активов. Но золотодобытчикам сильно недостает физического золота. Когда они смогут, по-вашему, удовлетворить спрос? Я думаю, что ответ на этот вопрос таков. Когда вы видите, что деньги начинают поступать в золотые фонды, это первый признак того, что риски начинают снова расти. И как я уже сказал минуту назад, мы наблюдаем крохотную струйку. Мы видим, как у золотых фондов потихоньку появляются деньги и притоки финансирования. Но это совсем не то, к чему мы привыкли. Например, в 2010-2011 годах деньги в эту сферу всыпались как из мешка. Но учитывая все антикризисные программы на разных уровнях правительств в США, в Канаде, в Европе и все такое, когда ты начинаешь понимать, сколько они собираются напечатать денег, я думаю, у людей в таких условиях появляется повышенное сознание того, что золото может сделать в такого типа среде. И с настоящего момента до осени, я думаю, будет заметен большой приток средств. Сначала фонды начнут финансировать более крупные компании, но потом перейдут и к средним и мелким предприятиям. Именно тогда поток денег в эту сферу будет особенно заметен. Что ж, это имеет смысл. Вы были на нашем шоу раньше, доказывая, что золото будет стоить 20 тысяч долларов в течение определенного периода времени. Учитывая то, что сейчас произошло в нашем мире, экономические условия, бесконечное количественное смягчение прямо сейчас, изменились ли сроки достижения этой ценовой цели в вашем прогнозе. Я все еще думаю, что это будет от двух до пяти лет, исходя из соотношения доу к золоту. Для меня это как мантра. Как вы знаете, я упоминал пропорцию индекса доу к золоту на протяжении, наверное, всего нашего знакомства. Я бы даже сказал, что создал эту пропорцию, когда писал годовой отчет Франка Невада в 1999 году. Вот тогда этот индикатор впервые и появился. Мой посыл заключался в том, что на пике кредитного пузыря пропорция индекса доу к золоту снижается до значения 1 к 1. И в 1980 году доу был на отметке 800 долларов, а золото тоже стоило 800 долларов, что было в конце января 1980. И то же самое в 1934 году. Сегодня же мы приближаемся к отметке 17 к 1, обвалившись с отметки 22 к 1, как это было несколько месяцев назад. Сейчас соотношение доу к золоту находится на нижайшем уровне с 2016 года. Знаете, в 2011 году пропорция доу к золоту достигла пика 7 к 1, а потом она снова вернулась к 22 к 1. Мы видели то же самое в 1970-х. Там была такая же схема, если хотите. Тогда соотношение доу к золоту снизилось до 6 к 1, а потом выросло где-то до 12 к 1 в 1976. И потом держалось на отметке 1 к 1 в течение 4 лет. Так что, когда я смотрю на наше сегодняшнее положение и на бесконечное печатание денег, то, знаете, потребуется время, чтобы они попали в руки к людям. Я вижу также нарушение цепочки поставок. Я думаю, что мы говорим о периоде от 2 до 5 лет, и я верю, что мы увидим, как соотношение доу к золоту вернется к отметке 1 к 1 или очень близко к этому. Я просто не знаю, будет ли доу все еще стоить 23 тысячи или он будет стоить 16 тысячи. И даже если соотношение доу к золоту будет 2 к 1, все, что я пытаюсь сегодня сказать, цена на золото будет существенно выше, чем сегодня. Вы бы копили золото по сегодняшним ценам, Пьер? Хорошая ли это инвестиция для вас? 100%. Я уже просто беру и вкладываю, скажем, 8 миллионов долларов в компанию Орла, затем покупаю и другие компании. Даже несмотря на то, что золото находится в бычьем рынке с 2016-го. Цены на золото выросли с 1050 долларов до 1600. Я уверен, на все 100% золото достигнет и 5000, и даже 10 тысяч долларов. Так что 100% да. Пьер, вы бы сейчас покупали что-либо другое? Купили бы вы акции в США, которые сейчас находятся не в лучшем состоянии? Допустим, авиационных компаний или круизных лайнеров? Как вы на это смотрите? Это очень интересный вопрос. В тот день, когда Доу опустился на 30%, я купил акции банков и транспортных компаний. А потом они вдруг выросли на 10-12% и я все продал. С этой точки зрения я пока пережду в наличных деньгах. Не думаю, что мы уже пережили все плохие события. Я считаю, мы еще увидим десятки тысяч банкротств в малых и средних предприятиях. Думаю, мы увидим огромное банкротство не только в нефтяной сфере, но и в транспортной. Правительство не сможет спасти всех и каждого. К сожалению, это еще не все поняли. Люди до сих пор воспринимают это все как какой-то страшный сон, который пройдет через пару месяцев и все вернется на круги своя. Я так не думаю. Мне кажется, мы сами уничтожаем свою страну. Когда пропадает весь мелкий бизнес, все эти семейные бизнесы, которые уже объявляют себя банкротами от того, что клиенты вдруг исчезли. И как по мне, этому всему потребуется какое-то время, чтобы восстановиться. По моим ощущениям, еще действительно слишком рано, чтобы об этом восстановлении говорить. Хорошо сказано, Пьер. Кто знает, вернется ли нормальная жизнь вообще. Предприятия были принудительно вынуждены революционировать в одночасье. Да, подобные события всегда провоцируют изменения, которые в итоге становятся постоянными. Смотришь на видеотехнологии сегодня и представляешь, сколько всего у них есть в запасе на следующие пару недель. Даже если посмотреть на школы и универы, вы знаете, здесь в Канаде, допустим, школа моей дочери, университет, в котором я преподавал. Там появились сотни онлайн-курсов, и дети едят их как горячие пирожки. Вот и задаешь себе вопрос, а зачем нам так много инфраструктуры? Нужна ли она вообще? Да, детям нужно быть вместе, им нужны друзья и товарищи, и все такое. Абсолютно правда, но все ли из этого нужно делать? И когда смотришь на другие аспекты технологий, как они пронизывают нашу жизнь, и как это все меняется сегодня, понимаешь, что это революция. Кроме того, говоря о нарушенных цепочках поставок, я думаю, что теперь мы понимаем, насколько сильно мы зависим от Китая во всем. Люди до этого только говорили о самообеспечении, как это написано в теории инвентаризации. Но вот случился кризис глобализации, теперь мы понимаем, что это, оказывается, так не работает, никак не будет работать. Так что все это будет круто меняться наравне с нашими жизнями, думаю, в течение года или двух. Это просто необходимо для выживания. Мир не будет прежним. Абсолютно. А на этом у меня все. Пишите свои выводы и мысли в комментариях, а также подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями, комментируйте. Комментируйте. И обязательно не болейте. Такое вот актуальное завершение. До скорого. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ